Всем привет! Здравствуйте! Мы, как и обещали, сегодня снимаем ролик о седиратах и попытаемся сделать этот ролик под такой масштабный, чтобы рассказать, какие седираты использовать для какой почвы, какие можно смешивать с другими, да, ну и какие для кого лучше подходят. Давайте сначала, Володь, давай сначала посмотрим, что у нас есть. У нас есть, вот он, овес, вот у нас вика, немножечко загрязненная примесями, но в целом, по-моему, тем же самым овсом. В целом, вполне тоже пригодная для высева она седират. Далее у нас идет фацелия, это клейвер красный, люцерна, узколистый люпин и горчица. Еще часто, как седират, используют рожь, у нас здесь ее нет, потому как рожь очень хорошо зимует в нашей зоне, и перекапывать ее, особенно на тяжелой глинистой почве, это сущее мучение. Итак, Володь, смотри, вот давай характеризуем нашу почву, да. У нас довольно плодородная почва, но она тоже довольно тяжелая. Она очень тяжелая, это такой тяжелый суглинок. Мы, когда выкапывали здесь морковку и лук, просто мучались. Она действительно легко сбивается в комки, теряет структуру, и хотя в ней много гумуса, она очень глинистая. Вот для такой почвы, что нужно взять? Нужно что-то с мощной корневой системой и большим объемом органики. Вот, овес. Кроме того, можно ковсу для того, чтобы азота стало больше, добавить, например, вику. В принципе, как хороший вариант, подходит, например, фацелия. Но ее нужно сеять только в июле месяце, уже в августе, даже поздно. Она тогда не достигнет, то есть это будет вот такая фацелия. А овес, он холодостойкий и вырастет значительно больше. Клевер не успеем. Клевер не успеет, его тоже перекапывать отдельная мука. И люцерна как-то не успеет. Да. Горчица – это хорошая идея, если мы опоздали с посевом сидератов, потому что она очень холодолюбивая. Ее можно сеять даже в сентябре. Но, во-первых, после нее нельзя сеять ничего крестоцветного, тоже капусту, на это место. И, во-вторых, она может переносить киву капусты. Поэтому, если у нас это заболевание присутствует, но у нас его не присутствует, тем не менее, то лучше ее не сеять. Хорошо. То есть для тяжелой почвы, вот в это время, это у нас почти начало августа, нужно взять овес и вику, правильно? Это будет хорошая работа. Да. Я бы взял овес и вику в соотношении 2 к 1. Вика будет обогащать почву азотом, а овес давать органическую массу и разрыхлять грунт. То есть взять две части овса и одну вику. Да, вот так у нас оно и есть. Полкило вики, килограмм овса. Про схему посадки. Лучше всего показала себя схема, когда делается бороздка. Через пятна, не в разброс сеются сидираты ковриком, а делаются бороздки. И поочередно сеется рядок овса, рядок вики, рядок овса, рядок вики. С немножко увеличенной нормой высева. Какая норма высева, давай скажем? Ну, норма высева будет в районе 2 кг смеси на сотку. Можно, в принципе, доводить ее до 3 кг. Хорошо. Друзья, мы сейчас рассмотрели тяжелую почву. То есть у нас это суглинок. Ну, в общем, тяжелая почва. Сейчас давайте рассмотрим песчаную почву, когда песок. Песчаные почвы, они, как правило, очень рыхлые. То есть там нет проблемы с разрыхлением, но в них очень мало гумуса. Поэтому там нужна большая зеленая масса. Это может быть либо, опять же, что-то бобовое по типу клевера, фацелии. Или это может быть что-то по типу горчицы, потому что она дает много зеленой массы, которая нежная и легко гниет. Но так как уже август-песец, нам подходит только горчица получается? Ну, горчица или, опять же, викой можно засеять. То есть, ну, смешать их можно? И, ну, иногда смешивают, но все-таки как-то нестандартно, когда крестоцветные вместе с бобовыми. Можно использовать в качестве сидерата то, что имеет мощную корневую систему, например, рожь. Потому что на песке ее перекапывать будет значительно легче, чем на глине. На глине мы просто не справимся. Хорошо, то есть для песчаной мы тоже рассмотрели. Очень хорошо подходит горчица или вика, или рожь. Да. А рожь холодолюбивая? Рожь, она холодолюбивая, и она зимует в нашей зоне. Получится просто озимая рожь. То есть, если ее не перекопать вдруг, то есть, если мы не перекопаем овес или вику, они сами собой умрут и будут работать мульчой. А если мы не перекопаем рожь и ничего с ней не сделаем весной, то у нас будет кусочек с озимой рожью. Хорошо, кстати, какая еще почва бывает? Ну, еще иногда попадаются меловые, например, щелочные почвы. Там нужно сеять то, что хорошо терпит высокую щелочность. То есть, вот там это будет горчица или масличная редька, или, в принципе, рапс. Капустные культуры хорошо переносят щелочность. То есть, у нас горчица просто универсальная, да, получается? Я ввез, в общем-то, универсальный сидерат. Но, вот, допустим, для щелочной почвы клевер, фацелий, алюпин не подойдет. Хуже. Они плохо усваивают азот, им не хватает вечного молибдена на таких почвах. То есть, нужно еще дополнительно подкармливать сидераты. Еще очень хорошей идеей будет прямо под сидераты, особенно зваковые. Внести фосфорные удобрения. Они как раз будут аккуратненько растворяться, если мы при перекопке их внесли. И подвижность этих удобрений после сидератов значительно вырастет. На кислых почвах можно тоже высевать такие растения, которые выдерживают высокую кислотность. То есть, тот же овес. Можно ячмень, можно рожь. Ну, овес лучше всего на кислых почвах, получается. Хорошо, да. Итак, друзья, мы рассмотрели вот разные типы почвы, что для чего используем. Рассказали, что мы себе будем использовать. И обязательно это делаем с удобрениями фосфорными. То есть, наверное, очень хорошо подойдет диамофоз какой-то, да? Можно даже суперфосфат брать. Суперфосфат, то есть, берем... Фосфоритная мука, ну, любое фосфорное удобрение. Комплексное не надо, никакое? Ну, конечно, если мы внесем комплексное удобрение, то у нас продуктивность сидиратцев вырастет значительно. Но обычно это все-таки делают уже под основную культуру. То есть, да, значит, под сидираты вносим фосфорное удобрение, а потом при перекопке, когда их закапываем в почву уже, перекапываем, добавляем комплексное удобрение. И на следующий сезон так мы улучшаем и структуру, и плодородие почвы. И вот она становится легче и структурнее. Да, и считается, что в целом высев сидиратов аналогичен внесению 6 литров навоза на метр квадратный. Поэтому это всегда имеет смысл. Да, по срокам. Володь, когда последние сроки можно сеять? Вот овес, наверное, будет позже всего, да? Овес, горчица, холодолюбивые растения можно сеять даже в сентябре. Но чем раньше вы это сделаете, тем лучше. То есть, идеальный вариант. Вот вы выкопали картошку, заравняли и в этот же день посеяли сидираты. Ну, или чеснок выкопали. Да, или чеснок. То есть, как только у вас освободилась грядка, она сразу же должна быть засеяна. Обычно, ну, не в этом году, а в принципе, в августе-сентябре у нас недостаток влаги. И теряться ей из голой почвы решительно ни к чему. Друзья, спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на нас, заходите в Инстаграм. И, конечно, нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе наших роликов. Всем пока. Счастливо.